Если верить моей ссылочке выше, а это форум жителей озер. Какой форум жителей озер? Что за бред? То там был не опытный полигон, а реальная стройка до Москвы. Ну откуда он знает, что там было? Реальная стройка до Москвы. Мы сделали стенд, даже это не полигон был. И обошелся он в копейки, на самом деле, это чтобы денег не было. И нам здорово помог Лебедя Александр Иванович. Он выделил со своего фонда 300 тысяч долларов. Ну как можно за 300 тысяч долларов построить стройку до Москвы? Даже в нашем самом дешевом варианте исполнения, это 150 километров, будет стоить где-то 300 миллионов долларов. А если построить монорельс или поезд на магнитной подушке, то это бы стоило, вот по технологиям, допустим, Сименса. Три миллиарда долларов. Какая стройка до Москвы? Что за бредятина? И что всех денег, выделенных Лебедем, хватило на 100 метров труб и нанятый для показа КАМАЗ. Елки-палки, если человек даже не знает, что у кого КАМАЗ сделал, там ЗИЛ, а не КАМАЗ. Причем ЗИЛ не просто сделал, 131. Есть модель. КАМАЗ другая совсем машина. И нам хватило не 100 метров труб, а на полноценный участок дороги с двумя анкельными опорами, с четырьмя продерживающимися опорами, с путевой структурой, со струнами, с разработкой чечежей, документацией, с приглашением строителей, которые построили, за копейки. Так вот, если бы 100 метров построили серийной дороги, серийной, сделан тем же Сименсом Транс-Рапид, то эти 100 метров стоили, 100 метров, 10 миллионов долларов, серийной дороги. А мы за 300 тысяч долларов построили это. Причем не серийная, это новая система была. И поэтому смеяться над этим, издеваться, тоже это неправильно. Кстати повторюсь, стройка была по системе Юницкого. Ведь вы и сами постоянно ссылаетесь на... Посмотрите, как гордо бегает КАМАЗ по трубам. Да москвой народ тоже должен был КАМАЗами кататься. Вы знаете, мы летаем сейчас не на самолетах братья Райт. А Америка гордится тем, что братья Райт у них полетели. И самолет братья Райт стоит до сих пор в музее. Хотя прошло уже 110 лет. А то, что мы построили, в том числе за деньги Лебедя, это был первый практический опыт строительства в масштабе один к одному. Действующая система грузовой. В масштабе один к одному. Его уничтожили вандалы в России. И у этих вандалов есть имя. Это Министерство транспорта Российской Федерации. Потому что когда президент Медведев поручил Министерство транспорта, выделит нам на тестовые участки в Ульяновске миллиард рублей, тогда было 30 миллионов долларов. Они не стали искать деньги, чтобы сделать это направление техники транспорта. Они создали бригаду военизированную из 100 человек с техникой самой современной. Которые приехали в озера ночью за сутки, уничтожили полигон. Просто не из-за их деньги, а за деньги акционеров. Мои деньги, в том числе Лебедя. И у меня был партнер Терехин. И за его деньги, инвесторы.